Ганеев Марат Ильич, директор департамента розничного бизнеса Акбарсбанка, город Казань. Если говорить об основном, то Акбарсбанк в последнее время сделал достаточно много новых интересных инновационных продуктов. В первую очередь они были, конечно, разработаны и внедрены в процессе подготовки и проведения универсиады. Основной продукт, который мы представили всем гостям, участникам, делегатам той универсиады, это мультисервисные карты, которые имеют ряд нефинансовых и финансовых услуг и приложений. Начиная от приложения, наиболее удобной, это оплата по этой карте с использованием технологии PayPass, это возможность использования приложения транспортной карты. Есть программа лояльности, которая позволяет нашим держателям получать скидки, бонусы и кэшбэк. Это в рамках реализованной программы лояльности друг компании, это умение записывать билеты, электронные билеты на различные спортивные мероприятия. Это использование этой карты в рамках системы контроля управления доступом. Кроме того, наш банк впервые за всю историю проведения универсиады реализовал возможность предоставления участникам универсиады аккредиционные бейджи. То есть бейдж имел, кроме стандартных необходимых атрибутов, в том числе и обязательный атрибут – это мультисервисные карты. На мультисервисную карту записывались все возможности, которые были представлены данному участнику. Доступ на объекты, получение бонусов. Некоторым держателям, в первую очередь спортсменам, были предоставлены дополнительные средства для возможности пользования этой картой. Мультисервисная карта стала результатом с 2012 года в Париже победителем номинации сервиса на конкурсы «Инновационные карты». Далее, в прошлом году наша мультисервисная карта стала лауреатом 100 лучших товаров России. На базе этой карты выпущены такие продукты, как карты болельщиков футбольного клуба «Рубин», хоккейного клуба «Акбарс». Выпущены карты гостей для гостей города Казань. Выпущены всевозможные карты кабрендинговые, в том числе на благотворительность. В настоящее время проводятся на базе этой мультисервисной карты проект карты школьника, кампусные карты и многое другое. Кроме того, мы, конечно, используя данный функционал мультисервисной карты, выпустили ряд новых продуктов, форм-факторов, такие, как часы Watch2Pay с функцией оплаты и с тем, что на этих часах, вот, кстати, они у меня, на этих часах есть все те же самые функции мультисервисной карты. И, в принципе, телефон оплаты, Payphone с размещением на сим-карте банковского нашего приложения, приложения оплаты. Вот мы такой проект сделали единственным в России с тремя операторами – это МТС, Мегафон и Ростелеком. Вот основные такие достижения. Ну, конечно, к универсиаде Казань наиболее сегодня подготовлена с точки зрения инфраструктуры. То есть развивались устройства самообслуживания, устройства оплаты. И сделана на сегодняшний день достаточно большая эмиссия. Что-то еще рассказывать? На форуме, да, здесь, на самом деле, можно подчеркнуть, что тематика форума и темы на форуме, они достаточно интересны. И мы понимаем, что Акбар сейчас идет как раз в том векторе, в котором, в принципе, движется весь рынок. Где-то мы даже опережаем в этой части, с учетом того, что мы уже создали очень много продуктов, о которых сегодня рассказывали, да, представители сегодня и вчера рассказывали докладчики. Очень интересные доклады были от компании Мастеркард. Очень интересные доклады были от Московского социального регистра, от Министерства информатизации связи Российской Федерации. Можно выделить доклад компании Джимальты, мне тоже понравилось. Ну и ряд других докладчиков, в принципе, они все были очень интересны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!